Приветище! Это Зельда Слезы Королевства и мы продолжаем прохождение. В прошлой серии мы нашли Пуру и она задачила нас найти поисковую бригаду, которая отправилась искать, собственно, нас с Зельдой. Ну, я-то нашелся, а вот Зельду не нашли. Поэтому мы идем искать поисковую бригаду. Прямо к парящему замку Хайрулу. О, светилище, шикарно. Что-то тут как-то мрачновато и дождь пошел. А где, собственно, поисковая бригада? Я вообще здесь ни одной живой души не вижу. Сейчас как кто-нибудь вылезет из-под земли. О, ты что тут трешься возле таблички? Даже если промокну. Ой. Вот напасть. Начальник, начальник топорода. Погоди, что за начальник топорода? Ты не знаешь начальника топорду? Сама принцесса Зельда поручила начальнику топорде разместить всюду склады материалов. Короче, если вкратце, чтобы не вчитываться во все диалоги, этот чел держит рекламный щит, чтобы он не упал. Ну, погода что-то совсем испортилась. А там у нас кто тусит. Че тут совсем один-одинешенька? Ой, ты меня напугал. Что ты тут в такую погоду делаешь? Неподалеку отсюда есть пролом. Замк Хайрул. Это опасное место, поверь мне. А что тут говорить, в этом святилище тоже может быть небезопасно. Если честно, из-за катаклизма опасности нынче поджидает на каждом шагу. Смотри в оба. Лады, буду смотреть в оба. А я пойду, наверное, спрячусь в это святилище. Азы боя. Святилище Кёнон Ису. Значит, еще одна тренировочка, да? Нацелиться, идти вбок и прыгнуть. Ой, нет, 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 нет. Я не хотел это применять. Подожди, надо поменять щит. Вот этот щит пойдет. Ну давай, попробуем прыгнуть вбок. И удар в прыжке. Выполнив сальто назад, ты избежишь атаки врага и сможешь провести контратаку. Опа, и быстрые удары, погнали. Отобьешь щитом атаку врага точно вовремя, враг замешкается и ты сможешь контратаковать. Получилось, атакуем. А, что-то не атакуются. Накопив силу, ты сможешь выполнить усиленный удар. Постарайся зацепить им как можно больше врагов. Вот это все. Елки-палки, моталки. Ты выучил все приемы, теперь тебе дозволено пройти в самый центр. Ну спасибо. Так, раз у нас вот этот големорезак уже все, я его, пожалуй, выкину. И возьму ржавый меч. У меня все равно места не было. О, зонаровый меч. Это уже второй, который я находил. Написано, смотри, что, прикрепленные к нему механизмы и материалы зоная повышают силу его атаки немного больше обычного. Поэтому давай мы к нему прикрепим рог голема-капитана. И он должен стать прилично мощным. Во, и плюс три еще сверху. 14 урона, офигенно же. Ну все, теперь выметаемся с этого святилища. Ничего не видно. А что ты должен увидеть? Тут смотри, сколько миазмов. Опасно же. О, Линк? Когда ты вернулся из замка? Как я мог тебя не заметить? Я же все время здесь был. Видать, мне нужно над внимательностью поработать. Хост до сих пор не в курсе, что ты вернулся, Линк. Беги скорее к нему. Я уверен, что твое появление будет сюрпризом для него. Окей, я погнал. Интересно, я смогу эти ворота открыть своими ручонками? Или мне придется их перелезть? Да. Мне придется их перелезть. А подожди. У меня же есть суперсила, елки. Чего ж я туплю? Вот так вот. И здесь тоже страшно. Стой, кто идет? У нас важное задание. Мы занимаемся здесь поисками принцессы Зельды и господина Линка. Так что разгуливай здесь. Господин Линк? Прошу прощения, я и понятия не имел, что вы уже вернулись. В таком случае поисковая группа может разойтись? Но вы же сначала поговорите с командиром Хозом. Он сейчас распоряжается у ворот, куда ведет эта дорога. Первый бастион называется. Сейчас разберемся, не с Цыпрынёк. Но разбегаться рановато. Зельду надо найти. Ну, кажется, мы пришли почти. Вон те ворота. Занят, наверное. Кто там занят? А что у тебя кастрюля на башке? Ты пришел помочь искать принцессу Зельду? И мы тоже. Тут все чем-то обязаны принцессе Зельды. Мы пришли сюда предложить помощь по мере наших сил. Но командир все никак не спускается с ворот. Ну, раз мы сюда нагрянули без приглашения, будем ждать, сколько придется. Невероятно. Невероятно. Ого. Вон оттуда миязмы идут. Причем очень активно. А ты тут что удивляешься? Ничего себе. Такого я еще не видел. Только слышал про так называемые проломы. Ну, рассказывай, что такое пролом? Не подкрадывайся так ко мне. А если бы я оттуда свалился? Проломы это здоровенные дыры, которые появились из-за катаклизма. Вроде этой. Жутко, конечно. Но мне все равно хочется заглянуть вниз. Да ты, чувачок, экстрим любишь, значит? Ладно, что, пойдем внутрь зайдем. Да, может, на ворот поднимемся. Хос, как говорится, там, где-то наверху. Первый бастион. Вначале с этим чуваком поболтаем. Ну, конечно. Тут все оружие тоже никуда не годится. Осталось ли в этом мире вообще хоть где-нибудь неповрежденное оружие? Ладно, не будем отвлекать этого чувака. Короче, дело в том, что миазмы также портят и оружие. То есть, если я встану в миазмы, то они отбирают у меня силы, и я могу погибнуть. Но оружие они действуют вот так вот. То есть, оружие как бы устаревает очень быстро и портится. Давай сейчас при помощи портала поднимемся наверх. А вот и я. А где хос? Вот, наверное, это хос. Чувак, давай пообщаемся. Нет, это сатис. Поиски в округе завершились. Я пришел за новыми распоряжениями. Но командир хос совсем на взводе. И не хочется его дергать. Слушай, если он меня сейчас увидит, то все будет нормально. Вот он, командир хос. Ищите лучшее. Извини, но я сейчас занят. Да неужели? Господин Линк? Это же и правда вы, господин Линк. Самое главное, что вы в целости и сохранности. Принцесса Зельда ведь тоже наверняка с вами. Ох, какое счастье. Вы вдвоем спасены. Какое облегчение. Не, чувак, Зельду не нашли еще. Как? Вы не вместе вернулись? Голос принцессы Зельды. Вы к поискам присоединились? Не, ясно. Я немного запутался. Но мы ведь будем продолжать поиски принцессы Зельды. Ну, теперь-то я уверен, что у нас все получится. Ведь к поискам подключились вы, господин Линк. Мы продолжим искать. Но здесь полно мязмов. К сожалению, работы идут медленнее, чем мы ожидали. Командир Хоаса. Принцесса Зельда. Где? Ой, правда Зельда. Принцесса Зельда, вы живы? Это еще хах. Вы ведь это тоже видели, господин Линк? Принцесса Зельда превратилась в свет и улетела. Странно, почему это... Это же катастрофа! Я не понимаю, почему принцесса Зельда не ответила на наш зов и исчезла. Нам нужно сообщить об этом госпоже Пури как можно скорее. В таком случае мы тоже будем собираться в путь. Но группа большая, и это займет какое-то время. Вы не могли бы рассказать госпоже Пури о принцессе Зельде? Да не вопрос. Сейчас бегу и расскажу. Я чувствую себя какой-то шестеркой вот в данный момент. Ой, не то сделано. Итак, давай немножечко разрядим обстановочку. В комментариях меня просили сделать следующее. Прикрепить к щиту и к оружию пропеллеры. Посмотреть, что получится. Окей, вот два пропеллера. Объединяя его с оружием и получаю вот такую вот штуку. То есть пропеллер просто... Все, меч сломался. Пропеллер своего рода превращается в палку-махалку. Что же касается щита. По идее, когда я буду закрываться щитом, пропеллер будет врубаться и не подпускать ко мне противников. Сдувая их. И по большому счету это очень круто. Но есть одна проблема. Батарейка очень быстро садится. Давай-ка проверим. Слушай, ну что-то как-то плохо сдувает. Полетели. Давай попробуем на слезнюках. Ну-ка. Ой, щит сломался. Ладно, тратить тебе больше пропеллеров не буду. Я просто возьму и сожгу этих слезняков. И получил красное жиличучу. Ударьте по нему и прогремит настоящий огненный взрыв. О, полезная штука. Короче, я так полагаю, что скелетов не брало. Знаешь почему? Потому что они дырявые. Их попросту не могло сдуть. Эхе-хе, открывайте двери. Я пришел с новостями. Приветчики. Лови новость. С возвращением, Линк. Ну что, тебе удалось что-то узнать? Вот как? Принцесса Зельда из замка Хайрул превратилась в свет и улетела? Ну, с тобой всегда такие истории приключаются. Что нарочно не придумаешь. Но если ты видел все это собственными глазами, то придется поверить тебе на слово. Раз такое дело, видимо, нам стоит перенаправить свои усилия. Учитывая последнее событие, мы сосредоточимся на катаклизме. Ведь его последствия затронули весь мир. Есть у меня на примете несколько мест. Думаю, это наведет нас на след принцессы. Ага. Ладно. У тебя ведь есть пураншет? Покажи-ка его мне. А? Какой-то он у тебя потрепанный. Ну да ладно. Вроде работает пока. Эээ, карта, карта... Ага. Извини, извини. Я забыла, что для того, чтобы посмотреть карту Хайрула на пураншете, нам нужны данные спусковой вышки. А она вроде бы еще не готова. Джоша, что у нас с спусковой вышкой? Ну, наружная конструкция готова. Вот это вышечка. Вот это я поймаю. Ага. Осталось только настроить точку перемещения. Точку перемещения, значит? Ну, в таком случае это уже по моей части. Ага. Извини, Линк. Я сейчас быстренько все подготавливаю. Подожди немного, ладно? Тебя, наверное, тоже потрепало изрядно. Можешь пока отдохнуть. Сходил в магазин одежды, и там все очень плохо. Там нечего купить. Так что бежим сразу к пуре. Так, это сюда. Нет, наверное, сюда. Отлично. А, Линк, у тебя все готово? Я тоже здесь все настроила. Теперь точка перемещения должна работать. Так, сейчас. Джошу, мы готовы, врубай. Эй! Блин, это надо было ночью делать. Там так фонари классно загорелись. Ни черта себе! Профессор Пура! Остальные пусковые вышки работают в штатном режиме. Да! Так, Линк, теперь дело за тобой. Сначала подержи Пураншет над этим терминалом. Ладно, сделаем, как она говорит. Я так с камнем Шика тоже делал. Кстати, все задаются вопросом, а куда делся камень Шика. Для меня тоже это загадка. Что-то мне это не очень нравится. Отлично, теперь пусковая вышка зарегистрирована на Пураншете. Это значит, что точка перемещения тоже доступна. Точка перемещения позволяет тебе вернуться к зарегистрированной пусковой вышке в любое время. Что скажешь? Здорово, да? Но пусковые вышки могут гораздо больше. Главная задача пусковых вышек – сканирование местности. С их помощью составляется карта территории. Данные, полученные после взлета с пусковой вышки, сразу же передаются на Пураншет. Неплохо, согласись. Загвоздка в том, что для использования пусковой вышки нужно уметь управлять планером. Поэтому мы не проводили пока все испытания. Ждали тебя. В смысле? Вы хотите, чтобы меня вот так вот выстрелили в небо? Как пушечное ядро? Так что, ну вот, вот это тебе. Планер! Подарок от Пуры! Ну, наконец-то! Ну что, пора показать класс. Начнем с пробного сканирования. Будешь нашим первопроходцем. Надеюсь, мы нигде не ошибли. Хотя, о чем это я? Конечно же, нет. В общем, встань вон туда, в круг и вперед. Блин, я опять подопытный. Я вообще-то единственный в своем роде. А если вы меня загубите, кто зельду будет спасать? Ага. Важно, я буду наблюдать из лаборатории. Когда закончишь пробное сканирование, мы с тобой обсудим дальнейшие поиски принцессы Зельды. И я отмечу на твоей карте все места, где после катаклизма были замечены аномалии. Желаю удачного полета. Ты так это весело говоришь. Может, тебя запульнем, а? Твое же изобретение все-таки. Ладно, погнали. Ого. Э-э-э, полегче, что за железный человек начался? Ого. О-хо-хо-хо-хо-хо. Сейчас. Здесь ядреного крика Линка не хватает на самом-то деле. Так, мы поднялись вверх. Падаем. Сканируем территорию. И по интернет-кабелю данные отправляются пуре, по всей видимости Обновлена карта поверхности Вот это здорово! Наконец-то мы карту начали открывать Обновлена также карта неба Ну все, а теперь параплан можно врубать и лететь, куда глаза глядят, да? Уху! Поскольку у нас теперь есть параплан, я хочу долететь все-таки О, подожди, летающий остров, я бы на него заскочил, но уже не долечу Пойдем вон туда, где есть светилище Врубая параплан и летим Главное, чтобы выносливость у меня не кончилась А вот то, что под нами, это называется пролом Ну в него-то мы падать не будем явно, потому что силенок у нас пока маловато А вот светилище, забежим Головоломка Светилище Дзиосинио Ммм, есть комната, смотри Сейчас будем тут, видимо, строить что-то А, ее, скорее всего, через керестик нужно прокинуть Значит, берем ее Разворачиваем И пропихиваем здесь Все как бы очень просто пока Кидаем ее там И она здесь послужит для нас мостиком Мы ее сейчас вот так вот поставим И вот как бы нормас А вон и сундучок Сейчас мы до него поднимемся Наверное Сперва нам нужно вытащить вот эту фигурку Сейчас мы это организуем Наверное, вот так вот Нет, слушай, не так А она вообще здесь не пройдет Ее нужно как бы положить Даже типа вот так вот, что ли О, точно Шикарно Давай мы ее поставим здесь И, наверное, мы сможем залезть наверх Хотя нет, 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 нет Мы сейчас по-другому сделаем Хотя нет Мы сейчас сделаем совсем по-другому Поднимаем повыше Теперь опускаем ее вниз А сейчас залазим Опля И врубаем реверс Отлично А вот и я Сундучок Скоро зелье Теперь идем сюда А, погоди Я, кажется, понял Эти кубики сюда Отлично подходят Их просто нужно грамотно развернуть Вот, типа вот так вот Нет, не так Если мы их перевернем Так, подожди Вот так вот вроде входят Мы их сейчас тихонечко Блин, чуть-чуть вот Вот чуть-чуть Тьфу ты, елки Вот как его надо было затолкать-то Я был близок, но не совсем Давай проталкивать Ну уж залази Давай, давай, давай Вот и все Пролезло Теперь ставим это все Дело сюда Вот и все По ступенечкам Залазим Очень аккуратненько У меня такое чувство, что я где-то еще один сундук профукал Ух ты, ух ты, ух ты Смотри-ка Тут у нас воздушный шар есть А вы тут, ребята, что делаете? Путник Побереги себя И не подходи к этому странному веществу Ну понятно Ему плохо Промиазма Он тоже сказал, что Лучше к ним не прикасаться А если я вот так вот встану? Ну как бы ничего страшного А если я вот сюда встану? Оу Нет, путник не надо Если ты прикоснешься к этой дряни Она лишит тебя сил И ты ослабнешь так же, как я Ладно, я ухожу Погоди, погоди, погоди Нифига себе Она может сердце забирать Я чуть сердца не лишился Ты представляешь? Как-то жутковато Глубоко ли? Ой, мамочки Два ли? Нельзя так подкрадываться Я же на краю обрыва стою Ты чё? Ладно, ладно, я понял Не пугай меня больше, окей? Я хотел всего лишь спросить Про воздушный шар Можно я его подожгу? А? Не, он, видимо, не загорается Ну и ладно тогда О, ты посмотри, как наша башня Из которой мы вылетели Подсвечена теперь Прикольно смотрится Такое ощущение, как будто там фестиваль какой-то проходит Ты представляешь? Бегу я, такой бегу О, скелеты, здорово Пожалуй, я твою руку Объединю с другой рукой И должно получиться мощное оружие Плюс 40 дамага Из кистей скелетов Ты представляешь? Это самое мощное оружие На данный момент у меня в рюкзаке Кто бы мог подумать Ничего себе А там, кстати, островок есть И еще один падает Так, так, так Такое ощущение, как будто этот островок разваливается Полетели-ка к нему В этот раз все должно получиться Погнали Смотри, еще одна падает И еще одна Я здесь, я здесь, я здесь, я здесь Чуть нафиг не свалился Е-е-е, взобрался И что у нас тут? Большой энергозонар Ну ладно, че, возвращаемся Я вернулся Сюда, сюда С возвращением Хороший был прыжок Ничего другого я от тебя и не ожидала, Линк Ну как, получилось составить карту? Я рада В дальнейших поисках нам без карты никак не обойтись Пусковые вышки были установлены во всех регионах Можешь ими пользоваться без ограничений Да Хорошо Вернемся к нашей основной проблеме Катаклизм Катаклизм случился не только здесь В настоящее время аномалии наблюдаются по всему Хайрулу Покажи-ка мне карту на секунду Да, как раз в Эбри на северо-западе отсюда А также в Элдини на северо-востоке В Геруда на юго-западе И в Ланайру на востоке Аномалии сосредоточены в этих четырех регионах Я, конечно, не могу узнать точно Но мне кажется, что исследовав эти аномалии Мы сможем понять, что случилось с принцессой Зельдой Кстати, профессор Пура Есть такой слух Поговоряю, что принцессу Зельду видели в деревне Рита В регионе Эбра на северо-западе Слух, говоришь? Честно говоря, я не прислушаюсь ко всяким россказням Но этот слух может навести нас на след Да, Линк? Мы попросили клевер-курьер помочь с поисками принцессы Зельды Журналисты лучше всех знают, что происходит в Хайруле Редакция газеты находится у деревни Рита Если будешь там, обратись к главному редактору Она тебе наверняка чем-то поможет А я продолжу исследование проломов И руин, упавших из-за катаклизма Я надеюсь, что ты сможешь заняться исследованиями аномалии Линк, я очень на тебя рассчитываю Мы обязательно найдем принцессу Зельду Фух Погоди, Джошу Ты что-то хочешь меня спросить? У тебя есть задание какое-то для меня? Извини, мне некогда Теперь нужно отправляться по точкам, которые обозначила для меня Пура Ох да, это же Рита Это курьер Наконец-то Привет Хм, вроде похож Эй, парень Это ведь ты недавно в небо взлетал, словно птица Немеверно рад встретить первого испытателя, пускай вышки Это было историческое событие Скажи, как тебя зовут? Да, Линк меня зовут Ха-ха-ха, Линк, говоришь Так, погоди, Линк, это же... Ведь так Ведь так звали знаменитого героя Ну ничего себе Тебе придется постараться, чтобы соответствовать этому имени Скорее всего, ты про меня и говоришь А Ой, я же не представился Меня зовут Пен Я золотое перо редакции Клевер Курьера Я собираюсь написать гениальную статью о первом запуске этой пусковой вышки Ну, мне пора Нашей редакции не хватает журналистов, так что мне некогда ворон считать Кстати, а ты не думал поработать журналистом? Нам как раз нужны такие ребята, как ты Редакция находится в регионе Эбра К северу-западу отсюда, недалеко от моста, который ведет в деревню Рита Тебе стоит заглянуть туда, если хочешь стать нашим репортером Ну все Я погнал Еще погладим В смысле погладим И улетел А как понять погладим? Поглейдим, может быть, или... Ай, ладно, не буду ломать голову над этими ритовскими словечками А вот и лошадки Лошадочки Надеюсь, я сейчас какую-нибудь из них поймаю Приручу, накормлю Желательно бы черненькую какую-нибудь Типа... Типа вот этой вот Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо Ну, спокойно, спокойно Ух, получилось, кажется О, блин, у меня как раз последнее осталось Держи На яблочко О, другое дело Давай я тебя еще поглажу Побью Ну что, все, мы с тобой сдружились Можно ехать Давай-ка вот сюда подъедем за яблоками Тут еще есть Я тебя потом ими покормлю Скачу я такой, скачу И вижу повозку И думаю, блин А может быть мне тоже повозку сделать? Получится ли у меня это? Давай попробуем А может быть мне тоже ... ну как тебе мой монстр трак посечет и кстати он сам катится мне поход даже ложки нужно и мы едем 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 в далекие края единственное я хотел еще чтобы лошадь это везла все ну типа как повозка но походу походу так не прокатит типа чтобы вот так вот было но поскольку сидухи нету на коняшке идем веревки тоже не прокинуть здорово дедуль что случилось помощь нужна да кто здесь это ты линк я слышал что ты исчез вместе с принцессой зельдой но вижу с тобой все в порядке рад за тебя но куда же подевалась принцесса зельда что значит принцесса зельда до сих пор не нашлась в таком случае линк не хочешь ли ты увидеться с госпожой импой вместе с ней я изучаю так называемые геоглифы а они сейчас повсюду в данный момент госпожа импа путешествует на воздушном шаре и должна быть у конюшни нова тихая на северо-западе центрального хайрула воздушный шар оказался быстрее чем я думал и я отстал так что мне надо спешить госпожа импи прости я побежал нифига себе импа ты помнишь эту бабушку импу она такая старая она сейчас путешествует на воздушном шаре а если честно думал что дедушке надо помочь этом на сле едет медленно ему там колесницу какую-нибудь построить надо было бы смотри кого я тут встретил на просторах хайрула лежит тут храпит пузыри пускает я сделал ему косточку опупительную косточку хочу сейчас знаешь что сделать ну по крайней мере так стоп он может проснуться тогда аккуратно хочу сделать вот что если здесь ее вот так вот покручу но он сейчас сюда подойдет так мы ее кидаем теперь берем вот эту штуку и надеюсь у нас работает да еще поближе подойти вот подошел давай 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 работай работой или не работает ни хрена не работает так он возвращается сюда вот он крутится 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 подойди к ней блин нифига не работает. Я думал, что камни будут урон ему наносить, но что-то как-то не наносят. Так, а если ты просто подойдёшь, я на тебя её уроню? Не, нифига. Нифигашеньки. Тогда будем по стариночке. Вот и всё. Вот и сдох наш здоровяк. Только единственное, сейчас все предметы, походу, с него покатятся вниз. Да, это не круто. Рок Хинокса для чара-монтажа. 12 урона, представляешь? 12. В общем, я приехал на точку, где должна быть бабуля импа. Вроде бы как. Я вижу здесь воздушный шар. Вот, это он. Это действительно он. Погодите-ка. Бабуля импа, это же ты! Что же тут изображено? Вот это да. Не ожидал встретить тебя в таком месте, Линк. Да ещё после стольких лет. Старейшина Шика. Говорили, что ты пропал. Я рада, что ты в порядке. Но тогда, где же принцесса Зельда? Что? Никто до сих пор не знает. Тогда мы должны продолжить поиски. Линк. Когда принцесса Зельда пропала, я задалась вопросом, что это за огромные изображения появились с наступлением катаклизма. Я слышала, что это случилось по всему Хэрулу, и мы с Кадо решили получше изучить эти геоглифы. Отсюда его можно рассмотреть, но понять, что он представляет из себя, целиком невозможно. Поэтому я решила забраться повыше. Я использовал изобретение, которое дало мне Пура, воздушный шар, чтобы подняться в небо. Но он не выдержал сильного порыва ветра, и у него отвалилась корзина. Я уже битый час сломаю голову, пытаясь его починить, но ничего не придумала. Бабу Лимп, да сейчас я тебе всё починю, не вопрос. Ёлки-палки. Сейчас прикрепим, и всё будет работать как надо. Опаньки! Вроде должно пойти, да, бабуль? Вот это да! Ты починил воздушный шар. Благодарю тебя, Линк. Можешь полететь со мной вместе, посмотреть на геоглиф? Хочешь? Давай посмотрим, конечно же. Тогда не будем терять время. Извини, Линк. Можно тебя попросить поднять воздушный шар в воздух? Сейчас сделаем, бабуль, не переживай. Воздушный шар начинает подниматься, если будет гореть огонь. Как всё подготовишь, тогда и отправимся. Сейчас разожжём. У меня есть для этого бомбочки. Юху! Жжётся! Эээ, бабуль, подожди, 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 я с тобой. Извини, что тебя немножечко подожгло, но это самый быстрый способ. Кажется, высоко-то забрались. У меня голова начинает кружиться. Но зато отсюда весь геоглиф как на ладони. Молодец, Линк. Вообще-то, в старых книгах в деревне есть упоминания о геоглифах. Там написано, что на геоглифах наши предки изобразили то, что им поведали слёзы дракона. Я пока ещё не поняла, что это за слёз дракона и как они кому-то что-то могли поведать. Оставили геоглифы возле слёз дракона. Может, что-то такое можно найти на нашем геоглифе? Во всяком случае, такая у меня догадка. И ещё. Вдруг там будет подсказка, которая приведёт тебя к принцессе Зельде. Попытаемся найти? Ты можешь взять планер и спрыгнуть здесь, если заметил на геоглифе что-то любопытное. Обо мне не беспокойся. Если эту штуку просто посадить нужно, с этим даже я справлюсь. Ну лады. Что ж, надо смотреть, что там такое у этих слёз дракона. Но я думаю, что этим мы займёмся с тобой в следующей серии. Так что, если тебе понравилось, то не забудь подписаться и поставить лайк под этим видео. И тогда мы вновь увидимся с тобой в новом ролике. Так что, до встречи. О, жопа отсидел.